Друзья, привет! Ну что, рынок растет, в этом тоже нет ничего сверхъестественного, как в падении, как многие там переживали, рынок падает, падает, что делать? Да ничего не делать! Есть должна быть определенная стратегия, что делать на падение, что делать на обывале, что делать на росте. Ну ничего сверхъестественного нет, я уже просто так смотрю, как на смену времен года. Ну обрушился рынок, бывает раз 10 лет через такого потом отрастает я фиксирую прибыль по фиксации когда этом последний раз видео записывал дня два назад получается в четверг в четверг я зафиксанул селегдар это на каком портфеле селегдар блин вот раньше было легко определить черненькая это на втб то есть на активном портфеле белень на белом фоне это на этом то что я на пиратском портфеле а втб я заходил через quick quick показывает черным но quick начал тупить конкретно вот когда он тупит мне приходится через втб приложение фиксировать у них похожие похожий фон с тиньковым но селегдар это это я фиксанул на торговом до русснефть и фиксанул в четверг на активном в пятницу мтс фиксанул на активном а сегодня фиксанул русснефть на торговом этот нефть на активно сегодня quick работал поэтому на черном фоне но он так принципе работал очень близко последнее время постараюсь все-таки через крик заходить на втб чтобы не путались скрины с втб и из тинькова продолжаем фиксировать прибыль зарабатывать на рынке не вижу никаких проблем потому что есть четкая стратегия там есть долгосрочные с активно есть пиратская самая доходная пиратская чуть менее доходно активная еще менее доходная долгосрочная ну а более доходная чем чем купил и забыл которые люди многие придерживаются на долгосрочном все равно 1 месяц про балансировка проходит на активном раз в неделю проходит балансировка на раз нефти война раз нефти на пиратском проходит раз день или балансировка вот и все все ну и чуть-чуть там нюансы кое-какие есть по работе с позицией по риск менеджменту потому можно заходить в маржиналку или нет но в торговом естественно можно заходить чуть-чуть но я и везде принципе даже даже в торговом я много сильно не лезу маржиналку а на инвестиционных портфелях вообще стараюсь не лезть вообще только прям если капец какой обвал вот сейчас даже капец какой обвал а я сама не в маржиналке так на всякий случай давайте перейдем к вашим вопросам а ну и как бы тут тоже как бы ничего такого все естественного нет почему где-то больше дохода где-то меньше но время деньги чем больше ты времени уделяешь своему портфелю тем больше у тебя доход если у тебя есть четкая стратегия потому что некоторые сидят целый день с красными глазами и в итоге ничего вот допустим самый мой активный портфель это это торговый до пиратский я там не сижу целый день вообще до 2 раза в день захожу это это еще я считаю что это торговый ну-ка нельзя им прямо назвать что какой-то там прям торговый это не интро да это нет я просто зашел ребалтиручку сделал ушел прибыль снял сливочки урожай собрал и все не сижу целый день у меня чуть дел нет у меня куча делаю даже вон видео не могу записать вот стал капец только этих консультаций ладно ответы на ваш вопрос антон что думаете по новороссийскому порту свете возможного хаба в турции по газу весь тогда этот порт станет актуальным по южным потоком пойдет большая перевалка газа как думаете смотрите друзья мои на чем вообще строится выбор компаний в список покупок месяц то есть у меня есть портфель да а и список покупок из которого я выбираю компаний в портфель много компаний там быть не можем в этом списке покупок потому что за всеми вы не уследите а смысл делать как попало этом просто на каких-то слух купить еще нужно анализировать она ли я выбираю себе конкретной компании да ну и слежу так за фоном когда что-то прям конкретно примелькается я добавляю и вот у меня есть разделы да те компании которые анализируют в первую очередь у них есть как я им присваиваю инвестиционный рейтинг да есть компании допы допы есть кандидаты в допы вот нмтп это допы почему dvmp у меня в основном до портфеля а нмтп в допах хотя нельзя сказать что думаем там сейчас сейчас нельзя сказать что dvmp сильно превышает там нтп по перевалке там по выручке так далее нет но почему-то dvmp есть смотрите я считаю проценты вероятности позитивного развития событий для компании то есть какая у компании перспектива вот смотрю по dvmp переориентация потоков все равно она уже происходит на восток уже и dvmp развивается стремительными темпами нмтп до газовых хаб возможно а возможно и нет понимаете то есть по факту будем уже смотреть но есть какие факты по нмтп снижение товарооборота с европы все-таки на мтп больше на европу заточен поэтому а по dvmp какие факты есть увеличение этого оборота с азии с востоком то есть я анализирую факты факты вот как будет договор с турцией тогда будем смотреть может на мтп и возьмем кто-то скажет а потом невозможно да не если он там выстрелит в 10 раз конечно не буду его брать как я делаю я анализирую факты потом анализирую влияние этих фактов на компанию потом анализирую движение котировок и возможно влияние этих факт если есть разрыв тогда беру нет разрыва не беру мать все просто обычно считаю все считаю просто считаю все рассчитано до мелочей лучше задавайте свои вопросы получайте ответы